Приветствую! Запрет на выезд мужчины из Украины незаконный. Такое решение принял один из судей Львовского окружного административного суда. Поговорим об этом решении, поговорим о том, о чем умалчивают адвокаты, а также о том, в каких случаях именно вам стоит оспорить отказ в выезде из Украины мужчине во время военного положения. Итак, начинаем мы с вот этого решения суда. Номер дела вы видите сейчас на экране, ссылочку на само решение я оставлю в описании, для того, чтобы вы могли с ним ознакомиться. Это дело достаточно большое, я имею ввиду само решение суда, оно на 42 страницы. Читать, конечно, все мы их сейчас не будем, я вам тезисно расскажу, что же решил суд, какая была логика у суда. Суд сказал следующее, что статья 33 Конституции Украины говорит о том, что ограничение права на выезд из Украины может устанавливаться с закона. Закон, который устанавливал бы такое ограничение, на сегодняшний день Украиной не принят. Правило пересечения постанова номер 57 это всего лишь постановление Кабинета Министров Украины, это не закон, а соответственно те ограничения, те условия выезда из Украины, которые там указаны, они не являются обязательными вследствие того, что не законом установлены, а установлены лишь постановлением Кабинета Министров Украины. Далее судья рассматривал и позиции ЕСПЛ и международных актов. Все это он изложил на 42 страницах, то есть человек с душой подошел к этому решению и проработал его очень серьезно. И его вывод был простой. Запрет на выезд мужчине из Украины незаконный и он отменил то решение, которым запретили мужчине выезжать из Украины во время мобилизации. Но это отмена не в принципе всего запрета, которого как бы и не существует на сегодняшний день, а это лишь отмена того решения по конкретному делу, по конкретному человеку. То есть не нужно думать, что вот это решение отменило все и запрета в Украине теперь нет даже фактического. Поскольку мы не можем прочитать все это решение, я хочу вам процитировать, наверное, главную мысль, которая там есть, которая отображает всю красоту этого решения. Как человек подошел не просто формально, а как человек реально думал о правах граждан, о их защите и, наверное, о своем вкладе в это дело. Вот давайте такую фразу зачитаю вам из этого решения. Держава не має повноважень дозволяти громадянам реализовывать их конституционные права и свободы. Проте, може обмежувати їх реализацию, лыше у випадку, що такі обмеження встановлюються законом. Ви оцените глубину этой мисли. Государство не може разрешать человеку реализовувати свои права. Ну это же класс. Да, он дальше говорит, что государство може ограничивать эти права, но ограничивать может только закон, не постановление Кабмина, а только закон. Почему об этом говорит судья? Да потому что в Конституции это прямо написано. Это не потому, что судья как-то там неправильно толкует, но в Конституции прямо написано, что ограничение только в этом случае может быть установлено законом. Вот эти фразы данного решения отображают всю глубину мысли этого судьи. Насколько серьезно и с душой он подошел. Кстати, нужно отметить, что имя данного судьи Москаль Ростислав Николаевич. Я хочу, чтобы этого судью знали и дополнительно его уважали. Потому что человек в то время, когда даже Верховный суд занял правовую позицию другую. Верховный суд, мы же помним, как сказал, что ну и что, что закона нет, который устанавливал бы ограничения. Верховный суд это что же признал, что закона, который устанавливает запрет на выезд из Украины не существует. Но правда потом Верховный суд сказал, ну ничего, закона нет, но есть публичный интерес. И с точки зрения публичного интереса мы можем это все ограничить. И несколько раз такую схожую позицию излагал Верховный суд. А здесь судья, ну вот, не знаю, настоящий судья, настоящий защитник прав человека принял то решение, которое вот посчитал нужным. И с которым я, кстати, согласен абсолютно. Когда я читал это решение, оно мне, знаете, в том числе понравилось еще и потому, что, наверное, многие, большую часть этих мыслей я излагал в своих исках, которые мы подавали там в конце 22 года, как раз по людям, которые не могли выехать из Украины. Мы подавали иски, мы тоже выигрывали такие дела. Кстати, обращаю ваше внимание, вот я, знаете, смотрю, что есть адвокаты, которые подают вот это решение, как нечто такое из ряда вон событие, что, мол, такого не было. Друзья, такие решения были еще с 22 года. Я выигрывал вот такие дела и получал вот такие решения. И теперь, знаете, настало время поговорить, о чем молчат адвокаты. Адвокаты, которые вам сейчас предлагают идти в суд, оспаривая незаконность запрета на выезд мужчин из Украины. Адвокаты забывают вам сказать, что, получив такое решение, вы все равно не сможете выехать. Да, к сожалению. Вот правда и реальность такова, что человек, выигрывая в суде, отменяя решение о запрете, приезжает на границу. Ему пограничники говорят, хорошо, окей, да, ты отменил все, но это же было то решение. А сейчас мы вновь рассматриваем вопрос про выезд тебя из Украины. И мы тебе снова отказываем. И все. Кто-то скажет, так обяжите через суд пограничника выпустить. А, к сожалению, вот таких решений суды не принимают. Они говорят, что это дискретинь и повноважение. Ну, есть такая у нас интересная конструкция. И поэтому суд не может обязать пограничников принять то-либо иное решение. Категорически не согласен с такой правовой позицией, потому что она лишает человека судебной защиты. Но, тем не менее, есть то, что есть. В какой же ситуации вам стоит оспаривать отказ в пересечении границы? Только лишь в той ситуации, если вы планируете пройти первую инстанцию, потом апелляцию, потом Верховный суд и обратиться в ЕСПЛ за защитой своих прав. Если вы не планируете идти до ЕСПЛ, смысла идти сейчас в суд и оспаривать решение вообще нет. Ну, вот просто нет. Все равно выехать вы не сможете. Ну, адвокат, безусловно, заработает в этой ситуации. Но вот я вам говорю, я со своими клиентами перестал подавать такие иски еще в конце 2022 года. Вот у меня в последних числах декабря был последний поданный иск по поводу оспаривания запрета на выезд. Почему? Потому что уже на тот момент стало понятно, что погранслужба не будет пропускать людей, даже если у них есть такое решение. И я перестал это делать. И меня удивляет, что сейчас адвокаты некоторые говорят, давай пойдем в суд, оспорим, отменим и все такое. А смысл? Ведь человек не сможет выехать, ведь конечная цель не просто посудиться, а выехать. Друзья, к сожалению, в этом смысле идти в суд только если вы хотите дойти до ЕСПЧ. При этом вы должны понимать, что дойдя до ЕСПЧ, скорее всего, как мне думается, вы получите компенсацию в дальнейшем от государства. Но ЕСПЧ примет такое решение. А вот сможете ли вы выехать, это огромнейший вопрос. И скорее всего не сможете. Поэтому подумайте еще раз, стоит ли идти в суд и судиться с погранслужбой по этим делам. К сожалению, вот так. Хотите выехать, открывайте правила пересечения госграницы, смотрите, что там написано и оформляйте те документы, которые нужны для того, чтобы выехать. То есть там есть у вас проблемы со здоровьем, подумайте, может у вас есть основания для оформления инвалидности. У вас есть пожилые родители, подумайте, нуждаются ли они в уходе. Либо может им тоже нужно оформить инвалидность. И таким образом вы сможете сейчас выехать. В судебном порядке, к сожалению, этого не получится. На этом у меня все. И понимаю, что может несколько я вас расстроил. Но попрошу лайк. Знаете, за две вещи попрошу лайк. Первое, за то, что есть в Украине судьи, которые выносят интересы, выносят решения в интересах человека, защищая права человека. Ну и мне лайк за честность, за то, что я вам, по сути, отказываюсь от своих денег, вместо того, чтобы сказать, давайте, приходите ко мне и мы пойдем судиться. Честно вам говорю, что вам это не нужно, если только вы не намерены принципиально идти до ЕСПЧ. Вот. За это надеюсь на ваш лайк, подписку на YouTube канал, также подписку на Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к видео. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok